Виноградники и Баронесса Раз в месяц мы посылаем одну банку печенья в замок. Это печенье с кардамоном. Баронесса их очень любит. Обещай, что ты отвезешь ей их. Поезжай сейчас же и ты будешь уже там через очень короткое время. Отвези печенье в замок. Замок находится прямо на окраине деревни Серебряной Поляны, так что доехать до него не так сложно, но сложно будет именно доставить. Никто не открывает дверь. Мне ничего не остается сделать, как возвратиться обратно в магазин. Хочешь попробовать одно кардамоновое печенье? Они так изумительно пахнут. Так как никто не открывает дверь, лучше всего будет поскакать обратно в магазин. Замок закрыт? Никто не открывает дверь? Знаешь что? В последнее время о замке шло много слухов. Люди говорили, что из замка слышится плач. Похоже, плач молоденькой девочки. Откровенно говоря, я и не знаю, что и думать. Баронесса была такой нервной в последнее время. Слышала ли я плач из замка? Этого я не могу утверждать. По-моему, это похоже на историю о привидении. Предки баронессы Серебряной Поляны жили в Юрвике испокон веков. Они были одной из влиятельных семей много столетий. Вот тебе несколько бутылок вина, о которых просила баронесса. Отвези их дворецкому. Он должен быть на винном дворе. Ты должна быть осторожна, эти бутылки очень хрупкие. Ну, так как у нас нету никакой мини-игры или же мини-задания, мы можем спокойно везти их даже на галопе. Замок Серебряной Поляны находится около деревни, а вот хозяйство Серебряной Поляны находится в совершенно другом месте. Лучше было бы, конечно, в первый раз поехать по дороге. Но я решила попытаться объехать, что было ошибкой. Мимо мы будем проезжать ферму Марли, с которой позже познакомимся поближе. Ну, а впереди на холме возвышаются как раз виноградники-баронессы. Когда ты приезжаешь в каждую из локаций, обязательно находи коневоз и заходи в него, чтобы у тебя активировалась остановка быстрого перемещения. Иначе в будущем, если даже ты посетил какую-либо локацию, но позже зайдя в коневоз в другом регионе, у тебя не будет нужной тебе остановки. Поэтому не забывай про коневоз. Сударыня? Ах, пробные бутылки! Замечательно! Большое спасибо! Прости, что ты говоришь? Да, зима была очень суровой. Как чувствует себя баронесса? Ты, наверное, слышала, что она обычно очень занята. Понимаю. Можно сказать, что она много думает о Джет и их агрессивности. Она продолжает также стройку нового манежа, который занимает очень много времени. Но я прослежу, чтобы она получила бутылки. Благодарю тебя, сударыня, и до свидания. Прости, конюшня? Ну, конечно же, здесь есть конюшня. Конный центр, серебровидные поляны, самое красивое место в Юрвике. Ты говоришь, что ты приехала из Морланда? Ты должна обязательно поехать в конный центр. Там собрано много красивых лошадей со всего острова. Поговори с Линдой. Подожди, что же это я говорю? Конечно же, ты не будешь говорить с Линдой. Нет-нет-нет. Там есть другие работницы конюшни. Я думаю, что одну из них зовут Джуди. Ну да, Джуди. Она наверняка сможет помочь тебе. Здравствуй, Джессика. Конечно же, я знаю, кто ты. Я так рада, что ты здесь. Меня зовут Джуди, если ты этого не знала. Я поговорила с Томасом Морландом, и он рассказал мне, что ты, поращая Фортуна, очень хорошо работаете вместе, и что между вами существует особая связь. Я так рада. Поращая Фортуна раньше была моей лошадью. Давным-давно, когда я начала работать в конюшне Морланда. Она замечательная и заслуживает всадника, который ее понимает. В любом случае, у нас нехватка людей с тех пор, как Линда покинула нас. Томас сказал, что я могу просить тебя о помощи, если увижу тебя. Максимальный предел для шиллингов Юрвика достигнут. Почему бы не пойти по магазинам и не потратить их на новые вещи и снаряжение? В нашем рюкзаке есть пределы в 10 тысяч шиллингов Юрвика. И если вы достигнули этого предела, желательно что-то купить. Иначе все последующие выплаты будут просто уходить в никуда. И вы не сможете их никак накапливать. Что же можно купить или лучше всего купить, когда у вас накапливается 10 тысяч? Если у вас нет какой-либо конкретной цели, лучше изучить магазин и найти что-то подходящее для себя или своей лошади. Ну и если же никакой цели нет и вы все еще хотите придержать максимальное количество шиллингов, лучше всего покупать еду. Да-да, именно еду. Вы можете покупать мало и не менее дорого, либо можете покупать паки с сена по 500 шиллингов. Или же наборы для пикника. Это все зависит уже от личного вашего вкуса. Я бы хотела купить амуницу или одежду, но к сожалению персонаж Джессика еще не достигла 9 уровня, поэтому хорошие вещи ей пока что недоступны. Ну что ж, придется спасать свой рюкзак и покупать запасы сена. Если ты не знал, то паки сена, а также любые других количественных вещей можно объединять. К примеру, у меня есть 20 стогов сена и отдельно только что приобретены 10. Просто возьми и перемести 10 стогов на 20 и они объединятся. Теперь у тебя один единый пак в 30 стогов сена. Ты еще не повстречала баронессу? Нет? Это меня не удивляет. Она была так истерична в последнее время, по крайней мере когда я ее видела. Похоже, что она проводит больше и больше времени в заперти внутри замка. Я не знаю, что она там внутри делает. Сможешь ли ты помочь мне в конюшне, пока Томас не позовет тебя обратно? Спасибо, что ты согласилась. Мне нужна твоя помощь, чтобы напоить лошадей водой, почистить их и убрать навоз в боксах. Ты можешь сделать это когда тебе угодно или когда ты посчитаешь это нужным. Ты найдешь детальную информацию на доске объявлений во дворе, а я пока здесь, если у тебя появятся какие-либо вопросы. Но ты, похоже, умная девушка и я уверена, что у тебя не будет каких-либо проблем. В чем нам действительно нужна будет помощь, то это с водопроводами. Мы только сейчас подключили воду и они протекают как решето. Они, наверное, заржавели из-за суровой зимы. Думаешь, что ты сможешь найти место протечки? Я посоветую тебе, чтобы ты поскакала туда на хрустальной диадеме, ведь земля там совсем неровная. Когда ты найдешь протечку, поверни кран, чтобы остановить воду в этом месте. На виноградниках, а вернее в конном центре Серебряной поляны продается несколько лошадей. Породы каждый раз абсолютно разные, но, к примеру, андалузы, лузитаны продаются здесь постоянно. И, как я сказала, не забывай про коневозку. Достаточно просто в нее зайти. Не обязательно куда-то отправляться. Раньше, чтобы выполнить это задание, нужно было просто нажать на блестящий предмет. Ну и сейчас разработчики добавили мини-задание, которое позволяет пройти данную функцию чуть быстрее. Продолжение следует... Смотри внимательно и не пропускай ни одной трубы. Продолжение следует... Продолжение следует... Когда-то эти лозы с виноградом были плотными, и если ты врезался в них, то останавливался. Они не были сквозными или прозрачными. И после волны возмущения со стороны игроков, которые не могли нормально проходить гонки в этой локации, разработчики сделали их все-таки прозрачными. Ты нашла 8 утечек? Прекрасно. Я не могу описать, как я рада, что ты помогла мне. Я слышу, что ты ездишь здесь вокруг, и надеюсь, что ты сможешь оказать мне службу. Мы собрали земляные пробы вокруг виноградников, и результаты, наверное, уже готовы. Могла бы ты их посмотреть? И также берем следующее задание. Знаешь, было бы очень хорошо, если бы ты принесла мне росток с виноградной лозы. Тогда мы смогли бы сделать дополнительные тесты. Я попросил Соню поискать ростки, но она, похоже, не смогла найти их. Вначале едем смотреть земляные пробы. Вначале едем смотреть земляные пробы. Тебе нужно найти вот такие вот маленькие зеленые датчики, которые показывают состояние почвы. Один из них находится немножечко пониже. Прежде чем возвращаться и сразу сдавать задание, я хочу выполнить задание с ростком винограда. Интересно, очень интересно, спасибо тебе большое за то, что ты помогла мне с этим. Идеально, спасибо тебе большое, Джессика. Ты большая помощница. Вот тебе немного предметов, которые ты сможешь использовать для починки протечек водопровода. Раньше, чтобы починить трубы таким образом, нужно было открыть рюкзак и переместить необходимый предмет конкретно на место починки. Но сейчас разработчики все это упростили. Тебе достаточно просто иметь нужный инструмент в рюкзаке и пройти мини-игру. Такое. 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 Такоеaret. Продолжение следует... Продолжение следует... Советую иногда кататься по разным тропинкам в локациях. Иногда они могут тебе пригодиться в самый неожиданный момент. Хорошо, будем надеяться, что водопроводы продержатся некоторое время. У нас ведь много других дел. Ты проделала замечательную работу с водопроводом, Джессика. Недавно Баронесса сама была здесь и жаловалась на протечки. Она будет очень довольна, что ты их починила. Знаешь что, поезжай сама на винограднике и расскажи ей обо всем. Заодно познакомишься с ней лично. Баронесса такой человек, которого неплохо бы узнать поближе. Если у тебя когда-либо будет проблема, то она уж точно сможет помочь тебе, если ты произведешь на нее впечатление. Добрый день, молодая барышня. Как же тебя зовут? Джессика? Ты работаешь в конюшне? Я понимаю. Это замечательная новость, что протечки починены и ты послала ростки виноградной лозы на анализ. Боюсь, что я должна попросить тебя уйти отсюда. У меня много дел, и я фактически задавлена стрессом. Ты, наверное, это и сама заметила. Можешь ли ты мне чем-либо помочь? Я думаю, что не больше, чем ты уже сделала. Я занята сейчас большими делами. Ты, наверное, слышала о предприятии, которые разрушают мои земли. Global Energy Domination. Какое пугающее тупое имя. К тому же они начали бурить нефть около моих виноградников. Сезонный урожай будет испорчен. Похоже, что в Юрвик пришло большое зло. Это задание нужно подождать до завтрашнего дня. Но разработчики говорили нам в последних обновлениях о том, что они в будущем хотят убрать данную функцию. Чтобы задание можно было проходить сразу, не ожидая следующего дня. Ну что ж, я думаю, на этом можно закончить. Мы сделали сегодня достаточно работы для виноградников, а также конного центра Серебряной Поляны. В следующем прохождении мы будем заниматься заданиями исключительно в деревне Серебряной Поляны. А их там накопилось очень много. Так что на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео.